Александр Николаевич Рогов Именно под его руководством Воронежский уголовный розыск поднял планку раскрываемости убийств на сумасшедшую высоту до 96%. В Воронеже в МВД отставной полковник работал с 1953 года и до самой пенсии. С 50-60-х годов, ведь транспорт вообще не было. Управление одна и единственная дежурная. В райотделах пользовались машинами дежурными, которые работали на заводах. Ради Бога, а остальное на ногах. В то время решили тогда создать добровольно-народные дружины. Это очень хорошая, между прочим, служба. Я не знаю, насколько она сейчас эффективна, но в то время она для борьбы с уличным преступлением, грабежами, хулиганствами, ну и другими такими мелкими, не особенно сложными делами подспорья была огромнейшая. Мы всегда на них опору делали. Всегда и никогда не отказывались. Люди почему верили? Потому что все-таки добровольно-народные дружины и завод шел навстречу, предоставляя им отпуска, и еще плясуют два дополнительных дня. Это поощрение большое, она привлекала, и тем более авторитет создавала. Я так понял, что именно с помощью добровольных народных дружин сбили... Совершенно. Волну, вот эту вот самую большую волну. Ну, народ не выходил из дома, говорю, амнисия. Это же там и рецидивисты. И вообще люди, которые уже... Они не могут физически работать на заводах или где-то в другом месте. Они привыкли совершать преступления. Он только вышел, через 3-5, ну 10 месяцев максимум обратно идет в места лишения свободы. Ну, ведь я вот говорил вам, что отмены карточная система, а все-таки у нас за ситцем и продовольственных магазинах очередят занимали почти с вечера. Было и такое. С вечера. Ну, тогда не обуть, не одеть, не покушать. Такая обстановка, она, конечно, создавала сложности. А этими сложностями воспользовались вот люди, которые способны совершать преступления. Или, так сказать, эти их занятия, основ основ. У них нет ни стажа, ничего. Когда я пришел в уголовный розыск, не просто в уголовный розыск, а на должность начальника отдела уголовного розыску, у областного аппарата, конечно, очень плохо складывалось в самой, вот в самом управлении, между отделами дознания, научно-техническим отделом, БХСС, вот одна из задач моих была, как бы вот сблизить, как бы ближе нам сойтись, не делить, что это я совершил, то есть раскрыл преступление, а тот говорит, это я, то есть вот этого деления не должно быть. У меня очень хорошие тогда связи были со следственным отделом, с Комитетом государственной безопасности, уже по прошедшим делам, и по вновь уже возникшим, уже будучи я начальником уголовного розыска, я тоже воспользовался и техникой, и силами, особенно тогда было сектантство, у нас занят вообще по Воронежской области, вот, а это как раз наводило на то, что я мог с их помощью, с их информацией, раскрыть и другие преступления, уже будучи по линии уголовного, чисто по уголовному розыскому. То есть народ надо было объединять? Да, службы. Службы, ну службы. Службы нужно обязательно объединять, в един, не надо делить. Это твое, это мое, нет. Я почему вот часто, упоминая слово КГБ, они нашими негласными аппаратами пользовались, мы ихними пользовались. И я считаю, это заслуга, ну, моя личная. До меня никто с ними связь такой не поддерживал, после меня, я не знаю уже, поддерживали, не поддерживали, ну, вряд ли, наверное. Слова пожилого ветерана не просто сотрясение воздуха. В них прямой рецепт реформирования современных органов внутренних дел. Современное полицейское руководство просто обязано взять их на вооружение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»